Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Мы закончили три обучающих комнаты, и эти комнаты могут в итоге быть местами очищения нашего, обеспечения, поддержания. И вчера мы начали говорить о пяти стратегиях, чтобы таки ухватиться за свое призвание, войти в свое призвание. И мы помним, что первое, что сделал Давид, он пришел в то место, где было его призвание, поставил свои ноги туда. И он захватил крепость или захватил твердыню, второе царство. Он обитал там, и он назвал это место своим городом. И мы продолжим последние несколько моментов. Это то, что он возрастал там, правил там и преуспевал. И это второе царство, пятая глава. И с шестого по десятый стих мы читали этот отрывок. И мы напомнили себе, да, что то, что вы хорошо обучаемы или подготовлены, или ваш диплом, еще не дают гарантию того, что вы войдете в свое призвание. Что надо это завоевать. И мы с еврита переводили слово, да, что у нас есть легальное право забрать наше наследие обратно себе. И вторая часть этого слова, наследие, как бы действовать, действовать силой, имея это наследство. Не все из нас имеют силу. Я иногда слышу, что люди говорят, что они что-то могут, что они сильны, но они такими не являются. Но доказательство того, что вы имеете силу, это в практике, чтобы вы показали, что вы ее имеете. Точно так же, как знаете, что многие люди говорят, что я христианин, но на самом деле они таковыми не являются. Так же и с силой. Чтобы доказать, что она есть, проявляйте. Но у нас есть этот доступ к силе, чтобы мы действовали в силе. Помните, когда Иисус говорил своим ученикам перед восхищением, идите и ожидайте, пока что не примите силу. И мы можем иметь силу. Но мы должны хотеть этого, мы должны быть готовы пожертвовать временем, чтобы получить этого и ожидать этого. А тогда, если мы все это пройдем, мы будем способны оккупировать или захватить землю. Наше призвание. Взять и позиции, положения получить. И мы читаем, да, в девятом стихе нашего отрывка, что Давид поселился, обустроил и занял свою позицию. Назвал этот город своим именем. Это то, что нам необходимо делать с нашим призванием. Он не просто захватил это место, эту крепость, твердыню и гору. Он назвал этот город своим именем, по имени. Где бы вы ни были, где бы вы ни чувствовали, что Бог вас помещает в это место, где бы вы ни служили. Вы должны провозглашать это место, так сказать, по своему имени, говорить, это мое место, сюда меня привел Господь. Так же, если вы живете в Одессе, вы можете говорить о том, что Одесса мой город, я здесь живу, и провозглашать правильные вещи. В служении мы должны говорить, что мы помазаны на то, чтобы делать это служение, чтобы его нести. Что мы призваны, что мы выбраны, избраны для этого. В то служение, в то призвание, которое мы утверждаем, устанавливаем. Это был тот период жизни, когда Давид на самом деле переживал и осознавал в полноте, что Бог его сотворил царем. И написано, тот же девятый стих говорит нам, что Он обостроил кругом от Мила и внутри, что Он занимался обустроением внутренним этого места. То есть Он создал определенный круг жизни вокруг Своего призвания. Жизнь была вокруг Его служения. И дальше 10 стих говорит, что Он преуспевал. Что в себя включает величие? Когда мы на самом деле становимся этим указывающим перстом, пальцем Господа здесь на земле. Величие это на самом деле, когда вы входите в полноту своего призвания, которое было для вас предопределено еще до создания этого мира. И когда вы входите его и совершаете его, тогда можно говорить о величии. И фокус Давида был сделать Бога великим. Фокус Давида был принести Бога в Иерусалим. Поэтому если наш фокус, чтобы Бог был в Одессе, мы тогда должны желать принести Бога в Одессу, показать Его здесь. И мы должны делать этот фокус. И Бог будет уже работать и использовать это величие, которое придет через нас. Его величие, которое придет через нас, и мы Его прославим и сделаем Его великим. И всегда помните, не забывайте, пусть Бог вас продвигает. Никогда не продвигайте самих себя. Бог знает, кто вы, Бог знает, где вы находитесь. И 90% времени, проведенного в ожидании воли Божьей, является ожидание воли Божьей. Мы должны верить, что Он сотворит, что Он соделает то, что Он пообещал сделать. Но наша работа — это быть удовлетворенными или в комфорте от того, кто мы в Нем. Все эти обучающие комнаты, через которые прошел Давид, через те уроки, что Он вынес, довели Его до места, где Он знал, что Он настоящий царь над всеми Израилами. Что Ему ничего не надо доказывать никому. Вы не становитесь напротив целой толпы и не пытаетесь им доказать, что вы что-то делаете. Все, что вы должны делать, это показывать, как велик Господь и как благ Он через вашу жизнь. И люди упускают это. И им не хватает этого. И мы помним, мы записывали уже этих пять стратегий, но я хочу вам их повторить. Один, поместите свое тело туда, где идет ваше призвание. Там, где вы должны быть, то, к чему вы призваны. То есть физически займите это место. Второе. Не начинайте спорить с врагами. Просто захватите то, что ваше. Завоюйте вашу землю. Третье. Назовите Сион, ну, мы все знаем, да, что в Сион это ваше призвание. Назовите свое призвание своим. Начните в нем обитать. Сделайте его местом своей жизни. Номер четыре. Перестройте свои приоритеты вокруг своего призвания. Это как девятый стих, когда он обустроил все, перестроил. В скобочках напишите девятый стих. И пятый написано, что он преуспевал, возвышался. Это продолжайте делать то же самое. Продолжайте двигаться вперед. Почему Бог был так заинтересован в том, чтобы Давид оказался на Сионе? В его божественном призвании. Бог помог ему дойти туда. Если Бог мог довести Давида до Сиона, тогда Давид сможет принести Бога на этот Сион. И первое, помним, что Давид захотел сделать, это принести Ковчег Завета на его положенное место. Поэтому мы посвящаем свои жизни, чтобы принести Бога на Сион. А Бог принесет нас, поставит нас в наше божественное призвание, туда, куда Он нас призвал. Мы те, кто мы есть в нашем Духе, в Господе. И потом мы используем наш разум, наши эмоции, нашу душу и наше тело, чтобы прославить Бога. Аллилуйя. Теперь Давид готов к пробуждению. Мы все еще во 2-м царстве, 5-й главе, с 11-го по 16-й стих. И прислал Хирам цартирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. И взял Давид еще на ложницы, жен из Иерусалима, после того, как пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери, и вот имена родившихся от него в Иерусалиме. Самус, Исавав, Инофан, Исаламон, Иеверав, Иелисуа, Нафек, Иафия, Иелисама, Иеледаи, Иелефалев. В этом мы видим, что его обучение перед правлением было завершено. Он достиг Сиона, И он тут же начал приготовление к грядущему пробуждению в Израиле. Они построили, и начало это было то, что они построили Давиду дом. То есть, он хотел остаться надолго там. Он свою жизнь решил провести в этом месте. Все, о чем он был научен, все, что он прошел в этих обучающих комнатах до этих годах приготовления, это все было для того, чтобы править в этом месте. И 11-й стих видно, мы читаем, что они построили дом Давиду. Когда мы переехали в Южную Каролину, они хотели, чтобы мы остались там, и они хотели, чтобы у нас был дом. Поэтому иметь такой дом, это важное место. Я никогда этого не понимал. Я был в деноминационной церкви. И много лет они просто сдвигали пастырей. То есть, у тебя фактически духовного отца не было. То есть, пастыря постоянно сменяли друг друга. Один заходил, другой выходил. То есть, не было постоянства. Только ты приближался, начинал срочетать отношения. Они уезжали, или они изначально не приближали тебя к себе, потому что знали, что они покинут это место. И это было очень разочаровывающе. И таким образом, духовно, вы не можете взрастить ни детей, ни внуков духовных. А знаете, в моей жизни на следующий год где-то мои уже духовные внуки со мной поедут на миссию. И если Он оставит нас здесь еще на пару-трое лет, то я дождусь, чтобы мои правнуки со мной на миссии ездили. Аминь. Аллелуя. О чем здесь говорится, построить дом, это значит пустить определенные корни, иметь место, где ты будешь жить, чтобы посвятить свою жизнь тому, что ты будешь делать в этом месте. Если этого не происходит, то невозможно служить Богу нормально. И мы видим, что пока Давид тренировался, да, он переезжал с определенного места на другое. Он был в Вифлееме, потом он был в Адаламской пещере, потом он дошел до Хеврона. А сейчас он пришел в свое место, место призвания. И когда мы добираемся до места своего предназначения, мы начинаем приносить плод. Мы видим, что у него все еще проблемы тут, конечно, были, что куча жен была и наложниц. И еще, еще и больше, и больше людей. Но, в принципе, то же самое происходит в духовной сфере, если ты приходишь в свое место, начинаешь обустраивать, начинаешь пускать корни, начинаешь умножаться. Ты строишь людей. И для некоторых людей вы будете единственной семьей, которую они будут иметь. Вы можете стать единственной духовной матерью или духовным отцом, который они могут иметь в этой жизни. Поэтому вам действительно необходимо трепетно относиться к тому, куда Бог хочет вас поместить, ожидать, чтобы это было правильное место. Это важно иметь дом или свою поместную общину, поместную церковь. Вместо своего служения. Важно иметь свое место. И мы видим, что здесь Давид осознал или принял то, что все-таки увидел, что Бог его ставит царем над всем Израилем. Он уже знает об этом не только в своей голове, но уже и в сердце. И он был утвержден царем. И в Коринфянам также мы можем читать о том, что Бог отмечает нас, отделяет нас для церкви, для служения. И в этот момент, когда вы знаете, что вы поставлены Богом, я верю, что вот в таком месте, вы можете смело цитировать Римлянам 8, 28. Потому что реки потекут. И что все будет работать на благо тем, кто любит Господа. И реки Божьи просто будут течь. 1 Коринфянам 12, 12 глава, стих 18. И мы читаем, что Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. И мы читаем в 28-м стихе той же главы, 12-й. И иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные. Также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. 1 Коринфянам 12, 28. Бог подтвердил, Бог утвердил, что Давид, он царь, был на том месте. Это было для людей сделано. Люди ожидали царя, люди хотели лидера. И Бог сказал, хорошо, я вам обеспечу лидера. Давида помазали на эту роль в 17, но вот сейчас ему только 30 с лишним, и он только вошел в свое призвание, будучи тренированным. И Бог его поднял и поставил на это место, опять же, ради людей, потому что он хотел через это благословить народ. Не самого Давида. Но людей, чтобы было благословение. Для того, чтобы царство было. Чтобы Давид служил и был слугой для людей, занимая титул царя. Если вы такие уже готовы, Бог выдвинет вас тогда, когда будет самая большая нужда для церкви. Просто будьте частью какого-нибудь служения, пока Господь не выведет вас дальше. Служите там, где вас бы не поставили служить. И поставьте свое сердце, всего себя, просто в доверии Богу, ожидать от Бога. И Он вас продвинет, Он в свое время выдвинет вас вперед там, где вы должны занять место своего призвания. Две вещи происходят, очень быстро, в скорости. Когда Давид осознал, что Бог собирает делать. Во-первых, Давид знал, как построить церковь, скорее храм. Второе, что Давид знал, как побеждать врага. Во-первых, Давид построил Божью царственную армию. Мы возвращаемся. Окей, мы возвращаемся во второе царство, пятую главу, с 13 по 16 стих. Мы это уже читали, да, что Давид взял еще наложниц, жен, и перечисляется дальше очень много сыновей. Сам факт, это построение как раз поместной церкви, поместного, если мы смотрим духовно, поместного храма. Acts 1.8 Деяние 1.8 Мы читаем Деяние 1.8 Давид не мог построить сам один вот на такой расстоянии. Ему нужны были помощники, партнеры, единомышленники. И вот что происходит в поместной церкви или общине, в которой вы находитесь. Вы становитесь не просто друзьями друг к другу, вы становитесь единомышленниками. Вы принимаете одно видение, вы понимаете, чего вы вместе хотите. И вы становитесь помощником. И Бог видит это. Как мы с этим работаем, каково наше отношение к этому. Это не то, как люди на меня смотрят, как они меня видят, каковым. Это как Бог смотрит на тебя каждый день. Он знает, сколько волос у нас есть или нету. Он знает наше сердце. И он знает, когда он может призвать нас. И мы видим в этом же отрывке, что Давид видит, что Бог утверждает его царем над всем Израилем. И второе, что знал Давид, то, что мы поняли, что он знал, как побеждать врага. Просто запишите несколько местописаний. Второе царство 5, с 17 по 25 стихи. Это то, куда мы также обратимся. Второе царство 5 глава, с 17 по 25 стих. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали, все царство поднялось, все филистимляне поднялись искать Давида. Филистимляне, то бишь враги, всегда где-то рыскают рядом. Они никогда не оставят вас в покое. Их надо всегда отбивать. Они всегда будут пытаться сдвинуть ваш фокус от вашего призвания. Они всегда будут пытаться украсть ваше наследие. И Давид зашел в крепость, зашел в свой город. И это то место, где он написал один из псалмов. Verse 2, you should read. Love thee, O Jehovah, my strength, or what? Because we have different psalms. I'm sorry. Let me make sure I'm on the right one for you. Yeah. I'm sorry. Please. Chapter 18 starts, The Lord is my rock. The first verse is to the chief musician, the psalm of David, the servant of the Lord, who's spoken to the Lord, words, song. In verse 2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. У нас это 17-й псалом, 2-й стих. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище. My God, my strength, in whom I will trust, my buckler, my horn, my salvation, my high tower. Мой избавитель мой, Бог, моя скала, на него уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Now, there were two battles here. И мы видим две битвы, которые были в том отрывке, 2-я царь, 5-я глава, 17-го стиха. And in the first battle, God said, go, go up to the battle. И помните, что Давид вопросил Господа, и Бог сказал, иди в эту битву. And so there are four principles of warfare that we want to look at here. И здесь мы можем увидеть четыре принципа ведения битвы, которые можем найти здесь. Мы должны не забывать, что все наши с вами битвы, они духовные. I know people, they say this, they go, yes, I understand, my battles are spiritual. Я знаю людей, которые говорят, да-да, я знаю, что все мои битвы духовные. And they tell me, I know they're spiritual. Я знаю, что они духовные, они мне утверждают, что они знают. But you don't know, what that person said about me. А потом начинают говорить такие фразы, но ты не понимаешь, что этот человек за фразы мне сказал. You don't know, what that person did to me. Ты даже не представляешь, что он сделал в мою сторону. And I say to him, but it's a spiritual battle. А я им снова говорю, но это же духовные битвы. It's not flesh and blood, it's not a person. Мы не против плоти и крови сражаемся, не против людей. Вот чему мы должны научиться. Мы должны способны быть, сказать Богу. Когда что-то происходит. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing here in the need of prayer. I need you. Это я, это я, это я, и я стою перед твоим лицом, Господь, и нуждаюсь в твоей помощи. We always want to tell him what they need, because they did this to me. Чаще всего мы приходим и говорим, вот, они не правы, вот, вот, сделай с ними что-то. И всегда переводим внимание на других. But what we have to learn, we have to learn is that God wants to show us something. Но то, чему мы должны научиться, что Бог нам хочет что-то показать. What do you want to show me, Lord? Бог, что мне ты хочешь показать? В моей жизни, над чем ты сейчас работаешь? Что это для меня? Ты меня хочешь изменить и сделать более величественнее. Послушайте, мы все были изменены и будем изменены еще. И будем меняться от славы в славу. Но я должен позволить старой славе стать новой славой. Иногда нам так становится комфортно в том переживании славы, что мы имеем на сегодняшний день, что мы не хотим передвигаться к следующему. И иногда Бог допускает чему-то произойти в нашей жизни, чтобы мы сдвинулись с нашей точки. Если мы не сдвинемся и будем стоять так, то мы так можем стоять до второго пришествия Христа без изменений. Но мы же говорим, что я хочу все больше и больше быть, как Иисус, что я хочу все больше и больше быть использованным Богом. Я хочу чувствовать помазание, силу Божью. Я хочу, чтобы Бог чудеса начал делать. Тогда нам надо меняться больше. Тогда что-то будет происходить. Некоторые некомфортные вещи. И то, как мы воспринимаем или то, как мы реагируем на то, что с нами происходит, это будет откликом того, как мы будем двигаться и пробираться вперед. Вы должны столкнуться лицом с лицом вашими врагами. Вы должны столкнуться со всеми ситуациями, которые в итоге помогут вам вырасти. И если вы не меняетесь, вы будете ходить вокруг да около одного и того же дерева. Иногда приходят ко мне люди и говорят, «О, ты даже не знаешь, как они ко мне на работе относятся». И я им отвечаю так, «Послушайте». Тебе надо разобраться с этим. Потому что если ты изменишь работу и выйдешь на улицу, те же сестры и братья работают там. И они снова с тобой столкнутся, и ты столкнешься с тем же самым. Потому что это работы, люди, это то, что происходит. А тебе надо изменить обстоятельства, ситуацию. Тебе надо изменить атмосферу. Тебе надо двигаться вперед. Но ты не покидаешь работу, не уходишь из-за давления или оппозиции. Потому что это же давление и оппозиция будет на следующем месте. И ты просто выделяешь, высвечиваешь эту оппозицию, на нее фокусируешься. А ты должен менять атмосферу. И мы должны научиться это делать, и делать мы это можем через духовную брань. Мы должны осознавать, что наша жизнь — это духовная брань. Я работал конструктором, инженером. Я сталкивался с тем, что конструкторы, инженеры, они достаточно такие жесткие люди. Иногда попадаются такие более спокойные люди, скажем так. Но чаще всего такими работами могут заниматься люди, которые оставили школы, пошли работать, не совсем, не знали, что делать в жизни. Поэтому у вас могут окружать разные варианты людей, как они будут вести себя. Когда я спасся, я всегда был в новом месте, с новыми людьми, с новой группой людей. Мы сегодня строим больницу, завтра мы уже школу строим. Все постоянно менялось. Месяц за месяцем мы постоянно разные места. Но я уже знал, что я новообращенный, крещённый Духом Святым, погружённый христианин. Я собирался менять атмосферу. Без всякой проповеди, без всякого вербального высказывания, без говорения людям, что я верующий, я сделал для себя правила. И я был боссом, начальником определённого места, и я был тот, кто установил правила. Моё правило звучало так. Тебе не надо быть спасённым, чтобы работать на меня. Но если ты работаешь на меня, ты никому не имеешь права говорить, что я спасён. Это было моё правило. Никому не говорить, что я верующий. Если я узнаю, что ты кому-то сказал, что я верующий, ты больше на меня не работаешь. Это было моё правило. Потому что я в определённые вещи верил. Я верил, что мы письмо читаемое, живое письмо. Что когда люди смотрят на тебя, они должны увидеть Христа. Я верю это всем своим сердцем. Я верю в то, что если человек смотрит на вас, он должен видеть Христа. Если мы ходим с Господом, если мы ходим с Господом. И я верю в это, и доказал в своей жизни снова и снова. На моей последней работе было такое событие огромное, где там и шоу-машин было, и центр огромный там был. И там сотни работников работало. И я напомнила им, что не говорить, что я христианин. И мы год работали на том объекте. Это была моя последняя работа перед тем, как я вошёл в полновременное служение. Бог мне сказал, ты закончишь этот объект и войдёшь в полновременное служение. И один год я на том объекте работал. И я сказал, Господь, но я хочу видеть пробуждение на моём последнем рабочем месте. Я хочу, чтобы ты спас жизни, эти души. Я каждый день был на работе. Я входил. Я проходил по всему объекту, всё смотрел, и потом уходил в свой трейлер, где я молился. Был мой офис в трейлере. Я ожидал Господа. И я постился. И после нескольких месяцев я всё ещё находился в этом трейлере. И я услышал топот возле моего трейлера. И потом стук в дверь. Я думаю, что это как толчок в дверь. Я открыл дверь. И человек на коленях стоял и плакал. Он говорит, я хотел бы покаяться. Никто не знал, что я верующий. И он просто огромный мужик вопил, как ребёнок. Говорил, я хочу получить спасение. Можешь показать мне путь к Иисусу. И я завёл его внутрь, провёл молитву покаяния. И на следующие дни Мужчины подходили ко мне, падали на колени, начинали исповедовать свои грехи на фоне всех остальных сотен работников. И они отдавали свои жизни Христу. И так было месяц. Однажды я ходил across the hall и a man is saying, «Hey, Jesus!» И однажды я зашёл в большой коридор и слышу, мне кричат «Эй, Иисус!» «Эй, ты, Иисус!» И я говорил, «Закройте свои уши». Потому что это был дьявол. Знаете это Писание? И я увидел в действии книгу Деяний там, вот в этом объекте строительства. И множество людей отдали своей жизни Христу. И те, которые боялись, они отходили. Два года спустя я разговаривал с человеком, который был вовлечён. Над всем этим объектом, и он мне признался, что в то время он боялся. Потому что Бог так окружил это место, захватил. Вы носите в себе Христа, куда бы вы ни пришли. Он внутри вас. Если вы верите в это, вы будете видеть чудеса. Аминь. И я расскажу вам чуть больше, когда мы вернёмся после перерыва. Аллилуйя. The fun stuff. But you got to go through all the classrooms first. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok